Результаты экспертиз полностью исключили версию взрыва на борту, сообщил Следственный комитет. Напомню, направлявшийся в Сирию самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря прошлого года. Лайнер упал в акватории Черного моря у Сочинского побережья. Всего на борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Сегодня на причале в Адлере собрались все, кто решил почтить память погибших минутой молчания. На воду были спущены траурные венки, зажгли свечи. Также утром в храмах Сочи отслужили панихиды по погибшим в катастрофе.